Всем привет! Дмитрий Компульсивный, зависимый игрок, ДПС, 25 ноября 2021 года. Привет, Дмитрий. Спасибо, что пригласили сюда. Какое отступление я хочу сделать. Первый раз о нанимных игроках. 30. На таком мероприятии пригласили спикерить. И моему эго, ему надо прям вот накрутить меня, оградить от всех. Что это важно, мне надо что-то сказать, мне надо что-то донести, какой-то опыт. И голова просто начинает все подряд мешать. И будто я начинаю готовиться к выступлению. Благодаря этой программе, шагам, работает моя вера в то, что я постоянно, практически всегда, перед высказыванием и перед сегодняшним тоже. Прошу Бога, открыть мне тот опыт, который необходим ему. Я, ну, это мне помогает остаться на том месте, на котором я сейчас. И вот это все волнение, да, какие-то мысли мои перед спикерской, это только связано с моим эдом. Ну, хочу просто, да, сказать о том, что кто я, да, откуда пришел, наверное, так. Зависимость у меня началась еще с детства, и я не знаю, да, в какой момент мне моя семья стала не совсем интересна, да, возможно, какие-то обиды были, еще что-то. Потом четвертый шаг мне показал уже, да, что и как дела обстояли на самом деле. Но принципы в жизни, да, изменились, да, у меня не было там каких-то принципов быть со своими родителями, проводить время или общаться с ними, да, каких-то семейных. У меня изначально с детства, да, было только улица, и все, что я могу украсть, заработать, да, неважно, это все мое. И вот я хотел, хотел всегда жить на своем пути. В восьмом классе я уже убежал из дома, да, и это на самом деле было только начало, так сказать, моей самостоятельной жизни. Вот, которая меня привела потом не в одно сообщество, и в шестнадцать лет я уже украл обручальное кольцо у мамы и заложил его в ломбард. И вот такие у меня были принципы, я ничего себе не мог сделать, да, тогда у меня даже не было осознания, что это неправильно. То есть я просто жил, какая-то у меня была компания, да, свои какие-то принципы. И играть начал примерно класса с восьмого, уже именно на деньги. Мне нравилось играть, и я даже не пытался остановиться. Я как-то не придавал этому значению на тот момент, что нужно остановиться или не нужно. А какая разница, если я в этом же игровом заведении украл человека телефон, там уже продал, и эти деньги там уже проиграл, да. То есть, ну, ничего не происходит, по большому счету. И в какой-то момент автоматы в России, когда закрыли, моя зависимость, да, она там перетекла в другие формы. Потому что, как бы, физически я не видел, где мне играть, вот что играть. И в 23 года я попал на реабилитацию, прошел ее, остался в городе Екатеринбурге. Какие-то вещи, да, мне тогда открылись уже, когда я вот именно выздоравливаю в параллельном сообществе. Два года или два с половиной прожил просто на квартире, да, с анонимными, ну, чисто мы жили с ребятами после реабилитации. Через какое-то время началась самостоятельная жизнь, да, социальная жизнь. То есть, я работать сразу пошел после реабилитации. Например, он до двух лет, и не играл я в том числе, да, до двух лет, я ходил, посещал еще группу. Писал, не писал шаги, то есть вообще, да, кроме как так на реабилитации. Вот у меня был такой момент, да, что я считал тогда, что, как бы, я все уже, ну, у меня нет этой проблемы, как бы, я и так молодец. Мне не нужно дальше выздоравливать, там, что-то искать в себе, зачем. Через три года, где-то, когда у меня было около пяти лет чистого времени, вообще в жизни появилось все, да, все, что... Вот раньше я там в безумии в своем, да, я мечтал, что там появится семья, хотя я не знал, что такое семейные принципы, вот, семейные взаимоотношения. Мои родители всю жизнь сходились, расходились, все мое детство, пока, как бы, окончательно не разошлись. И я пытался добиваться, да, вот этих целей, там, своим путем. В какой-то момент уже работая, да, какой-то опыт получая в социальном мире, произошло то, что... Я не заметил, как у меня опять все подменилось, да, я не играл, я не употреблял ничего. Но ценности стали, да, это деньги, машины, вот это вот, ну, все материальное. Каким образом? Духовно я себя не наполнял абсолютно, соответственно, не был доволен своей жизнью, в том числе своей женой, вот, постоянно там смотрел по сторонам, да, и считал, что мне надо что-то лучше, да, вот, мое эго, я всегда считал, что мне надо что-то лучше и так далее. Поэтому там супруга, даже когда я не играл, она страдала от меня, вот, потому что я болен, и я ничего с этим не делал на тот момент. На пяти годах начал играть, просто от того, что устал от этой жизни, мне хотелось куда-то отвлечься, но я не знал куда, да, мне пить нельзя, употреблять на какие-то вещества нельзя, ну, то есть, как-то я оставался, но решил сыграть, и первое, там, короткое время мне игра давала будто какое-то, ну, что-то суперское, что я куда-то улетал, меня не беспокоило ни время, да, ни какие-то дела, которые нужно делать сегодня, ни какая-то ответственность. И очень быстро, очень быстро, буквально на вторую-третью игру я уже не мог остановиться. Вернулось то, я вспомнил, на тот момент я вспомнил, о, да, я же в юности там играл, там, отца деньги проигрывал, дома воровал, там, и так далее, да. Но уже с этим я сделать ничего не мог, потому что в голове такая мысль у меня, вот в игре у меня была мысль, да, такая, что игра должна продолжаться, игра должна продолжаться. Я сперва думал, что я сам могу справиться, и я знаю программу, потому что я был в параллельном сообществе, и какое-то время я в это верил, но, как бы, практика показала, да, что я не могу остановиться. Начались постепенно, да, какие-то, ну, жена начала, ну, куда я ночью могу пропасть, да, то есть я там мог сказать, что сейчас отъеду на час, а там приехать в 2 часа ночи при этом все это время говорить там, то меня понятым в ГАИ задержали, короче, тут наркоманов поймали, меня понятым взяли, то еще что-то, то еще что-то, то еще, и в какое-то время, то есть, ну, жена, понятно, она не понимала, что происходит со мной, потому что она меня не видела, да, тем человеком, когда я в активной стадии зависимости, когда я в безумии, мне приходилось одевать маску постоянно, да, дома, когда я приезжал, это на самом деле было, ну, мне тоже это было тяжело и больно, когда я там приезжаю, я там проиграл 10 своих зарплат, я приезжаю домой, и мне нужно как-то уделять внимание, да, там, жене, вот, с каким-то, ну, лицом, с моим привычным, ничего же не произошло, для нее ничего не произошло, а у меня там в душе, как бы, да, кошки скребутся, вот эти маски, и первый раз, когда я обратился за помощью, я проиграл там ипотечные средства, в общем, ну, деньги, да, решил заехать в авиационный центр на неделю, вот, ну, так по договоренности, думал, что моему безумию, что его остановить, хватит вот отдать телефон, перекумарить вот в этом, побыть в этом центре, да, я выйду, я больше не начну, но это происходило, жена также верила, что сейчас вот, сейчас вот я встану на правильный путь, буквально там, в лучшем случае, проходила неделя, когда я, ну, не играл, я начинал опять, да, это безумие, начинал опять воровать деньги, я начинал там, ну, у нас какие-то общие накопления были, да, там, на отдыхе, просто общие, я там подкладывал фальшивые купюры, вот эти банки билетов, в эти деньги, в общем, эти забирал, настоящие. Через какое-то время жена все равно это замечала, то есть, да, там, и, естественно, там, и слезы были, но совершая эти действия, я чувствовал боль, потому что, ну, мне убежать от этих чувств некуда было, то есть, я не мог употребить что-то, сняться, так сказать, да, от этих чувств, я чувствовал эту боль, но не мог ничего сделать, я не понимал, почему так, я не мог ничего сделать, то есть, да, я, первый момент, когда я, ну, отчаялся, да, это 2019 год, когда я, я сперва свое золото все сдал, да, там, и потом часть супруги золота, то есть, я ничего не мог сделать, я в безумии, я творил страшные вещи, и эти барьеры, они, как бы, снялись, вот, то есть, ну, что там в юности было, и началось то же самое сейчас, да, я у него, там, силы забрал золото, это были слезы, там, она звонила ему папе, папа не знал, что делать, он далеко живет, он говорит, может быть, ты напьешься, я говорю, мне неохота, говорю, бить, да, мне надо играть, я вот ничего не могу с этим сделать, и в какой-то, ну, в очередной раз там супруга просто ушла, все, да, и остался один, я там заложил золото и ее остатки, кредиты мне не давали, да, потому что, будучи где-то в 19-20 лет, живя по тем принципам, да, я просто пошел во все банки, вот просто во все банки МФО и занял везде, где мне дали, то есть, я, ну, знал, что я не буду отдавать, то есть, ну, где дали, я там взял, вот, и супруга уехала, долгов у меня было очень много, понятно, проблемы на работе, да, то есть, я там не посещал работу, меня там теряли, я там воровал, жил в страхах, в мнительности, весь букет, да, который, присущийся зависимому поведению, я начал искать в интернете анонимные игроки, я знал, что что-то должно быть, раз есть другие сообщества, ну, тут тоже что-то должно быть, на тот момент нашел только группу, да, в Москве, онлайна не было еще, либо она там за рождение только была, мне сказали, хочешь приезжай, вот хочешь приезжай, по-другому мы не работаем, мы не сможем помочь, ну, я сказал это жене, да, сказал это на работе, причем меня не уволили, да, я на полтора месяца взял, там, сказал, что мне надо срочно уехать, то есть, и поставили машину на продажу, чтобы часть долгов закрыть, чтобы как-то у жены какие-то средства хотя бы были, да, у меня там в Подмосковье живет дядька, и я поехал туда, потому что другого пути не было, все, я был готов покинуть, ну, сделать все, что угодно, чтобы, ну, чтобы найти какой-то путь, поехал в Москву, приехал на первую группу, и почувствовал, что такие же люди, как я, сидят там, это было круто, потому что я себя очень, я себя отделял, отделял тем, что я не встречал до этого людей, у которых несколько зависимостей, такая, такая, и такая, и меня, моё эго, да, там, зацепило, зажалось к себе, что я вообще какой-то конченый, в общем, ну, что у меня и это, и это, и то, в общем, и приехав туда, у меня была готовность, да, выздоравливать, я взял временного наставника, и полтора месяца мы с ним писали какие-то работы, то я каждый день ездил на группы, просто даже добраться до группы, это нужно было, значит, два часа ехать на маршрутке до Москвы, и в Москве еще час там, ну, по метро, в общем, да, но была готовность, ребята меня там встретили с любовью, и брали с собой гулять после группы, прошли это полтора месяца, да, мне нужно было уезжать, мне говорили, да, оставайся, мне говорили, приедешь в Екатеринбург, там, Димон, открывай группу, да, потому что тебе это нужно, я приехал в Екатеринбург, у меня была куча долгов, и я решил ходить на параллельное сообщество, мне было страшно открывать группу и так далее, да, я не знал, а что мне сказать, когда кто-то придет, эти мысли постоянно наперед, будущее, страх, и я ходил в параллельное сообщество, какое-то время походил, просто, да, просто приходил и слушал, во-первых, жена боялась, настаивала о том, чтобы я туда ходил, хотя бы что-то делал, ходил и слушал, потом перестал это делать, за год я отдал долги физическим лицам, и, наверное, такой отчет пошел, да, в обратную сторону, то есть, да, я, регресс моей прогрессирующей болезни начался, то есть, я опять почувствовал недовольство своей жизнью, недовольство женой, что она не такая, вот, что там, мне бы такую, пофигуристи, вот это все внутри, то есть, оно копилось, выливалось в моем негативе, недовольстве и раздражении дома. Работа тяжелая, да, у меня там, я работаю в ЖКХ, и ко мне люди обращаются с разными вопросами, да, то есть, в жилой район, да, в жилой район, ко мне обращаются с вопросами, так сказать, и принимать людей мне стало опять очень тяжело, потому что кто-то что-то там недопонимает, да, или еще, когда люди обращаются, кто-то, ну, в основном, обращаются с негативом, потому что, ну, просто так, управляющую компанию мало кто обращается, вот, и, сперва, вот, ну, у меня начались игры в телефоне, то есть, я там начал прятаться от реальности уже, да, уходить, чтобы меня там никто не беспокоил, через какое-то время они потеряли, как бы, ну, я перестал чувствовать, как бы, опять, ну, и стали неинтересны, потом на компьютере, мы очень ждали ребенка, да, и жена родила ребенка, слава богу, да, здорового, но насколько, да, вот, ну, моя болезнь, при том, что я не играл, насколько она меня убивает в том случае, даже если я не играю, я не мог порадоваться даже рождению ребенка, потому что мне нужно было там возить, покупать какие-то мебель, в общем, была жара, мне что-то звонили люди, поздравляли, я думаю, вот, ну, мне же как нужно, мне нужно так, чтобы было, как я хочу, вот, родился ребенок, я такой, где-то сижу, отдыхаю, мне люди набирают и поздравляют, да, а я там таскаю, там, какую-то мебель в машину затаскиваю, да, весь в поту, вот, я не хотел этого, да, вот, мне всю жизнь хотелось, чтобы было так, как я хочу, и, очень быстро, когда появился ребенок, то есть, у меня еще больше добавилось стресса в жизни, я его вообще полностью, да, то есть, мне там пошли какие-то, ну, я просто не могу озвучить, там, уходы налево, в общем, да, я бежать начал, мне стало все, то есть, ребенок ночью плачет, жена уставшая, мне нужно помогать, постоянно качать, непонятно, сегодня скорую вызываем или что, да, ребенку там, ну, мы молодые родители, опыта не было, и в какой-то момент, ни с того, ни с сего, я просто резко поругался с женой, просто очень сильно поругался с женой, и забрал какие-то у него деньги, да, я когда в игре, да, ну, я, если супруга уже знает, что я играю, я просто говорю, да, там, безумные вещи, я говорю, что если, либо я силу тебя заберу, либо ты мне просто отдашь, как бы, ну, других вариантов нет, просто по-другому я, там, ну, не могу, вот такой мой путь шел, вот, когда я сорвался, да, там, на 17 месяце, слава богу, что было, было уже онлайн-сообщество, я туда пришел через какое-то время, я на самом деле испугался, искал жене, чтобы она закрыла квартиру, у меня не было ключей, уехала к маме, где там, у меня не было доступа к золоту, ну, к каким-то материальным ценностям, я нашел онлайн-группу, взял наставника тогда, первый наставник был, ну, опять же, да, моя вот это, мое эго, гордыня в плане того, что у меня был опыт в параллельном сообществе, мне наставник дал рекомендации, мы начали с ним работать, я думаю, ладно, звонить не буду, но группу буду так заходить, послушаю, ну, мне этого хватит, вот, чтобы лишь бы, главное, чтобы не играть, и все, полтора месяца продолжение игры, вот, потом я взял другого наставника, да, и начали писать опять шаги, проходить программу, уже, да, я что-то начал открывать для себя, и вот для меня каждый срыв, в итоге у меня было три срыва, да, два срыва уже в моменте прописания шагов на пяти и на шести месяцах, и каждый вот этот срыв, он давал мне все больше и больше принятия программы, да, ну, все больше и больше, значит, нужно было мне делать для того, чтобы оставаться чистым и служить, и появилась у меня вера такая, да, что у Бога для каждого человека есть свой путь, вот, вот, вот для меня он такой, и чтобы я был на этом пути, мне нужно было, ну, и пройти свои, там, да, вот, ну, свое безумие, свою боль, только боль, потому что меня может привести к Богу, и параллельно, да, вот, я как-то опустил момент, ну, как сказать, открыли, был, я нашел впервые одного человека, был зависим, зависимого игрока в Екатеринбурге, мы открыли группу, мы начали встречаться, потом человек, к сожалению, остранился, и там на протяжении периода, что я там срывался, опять возвращался, да, я ездил на эту группу, проводил ее, приходили люди, вот, я, ну, что я могу сделать, да, моя готовность встретить человека на группе, и вот постепенно, где-то полтора года, плюс-минус, я точно не знаю, продолжалось, и, ну, я постоянно ждал что-то от программы, такой еще вывод, да, у меня, в связи с моим опытом, то сперва денег, когда это все вернется, то, что проиграно, да, один раз сорвался, это ушло, потом начал ценить вот эту духовную жизнь, да, какую-то, ну, наполненность внутренняя, потому что для счастья мало, мало нужно на самом деле, любовь, да, она там в каждой минуте, в каждой секунде здесь, сейчас, и вот это начало приходить, я потом начал это ждать, раз, я думаю, раз я много служу, а я служил там, это, ну, мы, когда-то я один, когда-то мы с собратом, да, там, раскидывали листовки по городу, вот, занимались сайтом для группы, и я думал, что мне Бог за это что-то должен, вот, хотя, на самом деле, он мне уже все дал в тот момент, я сорвался еще раз, значит, я уже был в безумии, я ехал играть, и вот настолько мой безумие меня заполняло, что мне было, у меня трясло, я еще не играл, у меня вот так трясло, я знал, что будет капец, я даже заезжал, покупал себе успокоительное, я думал, что вот, чтобы было спокойно поиграть, опять убежать от реальности, вот, но, слава Богу, да, там, 4 дня, я вернулся 25 ноября, и первый день чистоты, я молился, на сегодняшний день, да, молюсь на коленях, я почувствовал вот эти все мои, да, ожидания, и то, что я ждал от Бога, от программы, да, сперва материального, потом какого-то духовного наполнения, они мне как раз и мешали наполниться этим, когда я отпустил, и ждал еще, когда живая группа там у нас запустится, очень ждал, и когда я молился, вот, первый день, да, там чистоты, это как будто просто вот так, ну, как будто произошло, ну, не как будто, а произошло чудо, что вот это все с меня спало, и я понял, и принял, что Бог мне уже на сегодня дает все, чтобы я был счастлив, вообще все, у меня семья осталась со мной, да, был маленький ребенок, и буквально, когда я там, прошел небольшой срок, я прихожу на группу, там уже три человека у нас, вот, и группа начала с того момента расти, я не знаю, как это чудо произошло, группа начала расти, расти, да, и на сегодня там у нас до 13 человек максимально, по-моему, приходило, это круто, и я обрел и в онлайне, да, ну, я служу, у меня есть служение и в онлайне, да, и общение в онлайне, и на живой группе я обрел и друзей, и близких собратьев, с кем я могу поделиться, и буквально две недели назад я закончил, не закончил, а прошел 12 шаг с наставником, выполняю сейчас 9 шаги, и радуюсь жизни, на самом деле, да, бывает, я немножко сворачиваюсь с этого пути, но, благо, да, вот, есть этот опыт, что я срывался, я знаю, куда эти чувства ведут, если я остаюсь с ними один, либо их, ну, как-то там, бегу от них куда-то, да, мне очень важно быть на связи, быть, как вот я сегодня говорил, да, быть частью, вот, потому что, однажды я спросил у выздоровленца, там, параллельно в сообществе, я знаю, он очень много служил и служит до сих пор, я говорю, что, что вот нужно болезни, да, мне просто такой вопрос был, ну, что бы болезни нужны, и мне вот такой вот дал обратную связь, простую краткую, да, о том, что болезни нужно, да, моему эго нужно отделить меня от всех, вот, обидеться или отцы, ну, моими какими-то дефектами характера, остаться одному, вот, даже если я могу быть с вами, я могу чувствовать себя один, и моя болезнь может в этот момент со мной работать, вот это тоже, да, запомнил, и помню, чтобы не сходить с этого пути, и на сегодня у моей жены есть муж, да, у моего ребенка есть отец, который я каждый день играю, купаю ребенка, да, раньше мне это было чуждо, там, я считал вообще, что мужчина должен только деньги приносить, да, это мне было заложено с детства, и включаюсь в жизнь, да, я рад этому, я просто этому рад, потому что я могу проживать со своим ребенком, с женой счастливые моменты, раньше, даже если мы где-то были, я не мог просто это, без программы, я не могу эти вещи ценить, к сожалению, я не могу их чувствовать, только в программе, служа в сообществе, да, ходя на группы, делая все вещи, все рекомендации, которые говорит программа, только так и могу, еще хочу буквально две минутки про четвертый шаг сказать, у меня очень много было обид на моего отца, то есть у меня было воспитание такое, что ремень, провод, ну, то есть я становился старше, были провода, потом были травматические пистолеты, у меня был целый список там обид на отца, когда я разбирал четвертый шаг, я увидел, да, насколько я причинял ущерб и боль своей семье и отцу, для меня он хотел всего лишь лучшей жизни, а я делал свои поступки, исходя из своего эгоизма, да, из своих дефектов, тогда, конечно, у меня не было выбора, и насколько я причинил боль отсюда, я там тоже ему делал девятый шаг, у нас сегодня хорошие отношения, мы общаемся больше как друзья, вот, у него своя жизнь, еще хочу сказать, что у моих родителей жизнь наладилась тоже, да, они разошлись, когда у меня там было лет, наверное, 16, ну, окончательно, так сказать, и очень долго не могли, мама постоянно меня тащила, да, ну, вот, из чего-то, из каких-то бед, начав выздоравливать, и у отца, да, и у мамы, у них появилась личная жизнь, близкие люди, да, на сегодня мы ездим регулярно, ну, как минимум, два раза в год, и они к нам приезжают регулярно, то есть, играть с внуком, и мы ездим, да, общаемся, и с маминой там, с семьей, ну, со второй половинкой, и с отца, вот такая жизнь, да, которую дает программа Бог, и я каждый день ей радуюсь, если не радуюсь, то, значит, благодарю Бога, делаю программу, и опять начинаю радоваться, вот, спасибо, что послушали, в принципе, все, спасибо, 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 здесь две минуты под вопросы, буквально, если кто-то хочет, Максим, это весело игрок, благодарна тебе за спикерскую, от тебя слышу первый раз, спикерскую, спасибо тебе за то, что, спасибо Богу, наверное, за то, что появился в моей жизни человек такой, как ты, вот, и хочу задать такой тебе вопрос, вот, я уже задавал его другому спикеру, и тебе хочу задать, после прописания 12 шагов, остались ли какие-то страхи у тебя, и если да, то, ну, какие, если не трудно подвинуться, знаешь, вот, очень много страхов, да, в моем случае забрал четвертый шаг, и самое главное, да, вот, о чем я сказал в начале, программа и прописание 12, прохождение 12 шагов дает веру, и на сегодня, если у меня выскакивает какой-то страх, я по-прежнему остаюсь больным, я по-прежнему остаюсь больным, и в каких-то моментах мое старое мышление, да, иногда не поведение, чаще всего просто это мышление мое, да, старое, выдает мне страхи, и вот ту веру, которую я обрел в программе, она противостоит, как мне сказал наставник, в четвертом шаге, когда проходили страхи, поставь Бога на первое место, у меня были страхи панические, я делился, конечно, ими уже, ну, на группах, на живых, там, опытом своим, о том, как, когда у меня пришла ценность семьи, у меня появился страх сильный, панический, что вот я прихожу домой, я постоянно поднимался по подъезду, и мне казалось, что я открою сейчас дверь, мою семью, там, убили, ограбили вместе с ребенком, вот такой, вот картинки прям, вот, и после прохождения четвертого шага, страхов, ну, много общения с наставниками, это все, да, это все мое выгод, я вот, ну, на сегодня, да, первая мысль, если может быть больная, то за ней идет вторая, уже мысль от Бога, мысль, которую программа в моей голове поселила, и поэтому не страшно. Девятые шаги, когда выполнял, родителям было не страшно выполнить девятый шаг, потому что, ну, родители есть родители, да, а вот людям, когда я искал человека, нашел, у которого я машину, ну, кинул его на машину, забрал, у него было по мне доверие, забрал, сказал, я тебе деньги отдам, в итоге машину там, продал деньги там, ну, понятно, как бы все, вот, и он уже забыл про это, он смирился уже, что у меня нет, как бы, в его жизни, все, вот, и я там его нашел, и были, вот, ну, какие-то моменты страха, но я говорю, что вера, она становится сильнее и дает силу, да, вот мне, вот, ну, чтобы я делал правильные действия просто, вот, проходя этот этап, ну, что-то происходит, да, я делаю это, я потом чувствую, да, вот это, вот, какое-то сразу наполнение, любовь, радость, да, наполнение радости от жизни, да, вот, от этой, которая на сегодня Бог дает. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос. Можете? Андрей, коррессивно зависимый игрок, это последние ставки, 5, 11, 22. Первое, Дима, спасибо тебе за спикерскую, идентификация полностью, вот, по четвертому шагу, ты сейчас рассказал, ну, страх за семью, до меня сейчас, получается, на четвертом шаге страх появился за семью, я не знаю, постоянно думаю, переживаю, вот, за дочку, раньше у меня не было такого, то есть я думал только о себе, сейчас я постоянно почему-то, я вот переживаю, как там, как она там садит, как там, как желаю, что-то хорошо ли у меня там сейчас, вдруг что-то случилось, ну, короче, страхи начали у меня появляться жестким, прям, и я прям, спать, спать лучше себе, раньше вот этого всего у меня не было, вот, это что касаемо идентификации, а вопрос хотелось задать, примеры высшей силы, там, выздоровления, может, какие-нибудь? Конечно, да. Был такой момент, да, когда в первом шаге, будучи, придя со срыва, вот, сегодня кто-то рассказывал, да, по поводу слез, вот, это был первый такой момент, я слушал группу онлайн, молился на коленях, да, стоял и плакал, это, ну, начиная от того, от принятия моих чувств, на самом деле, работает высшая сила, и если брать с того момента, когда я перестал что-то ждать от программы и Бога, да, моя жизнь изменилась на сто процентов, я просто перестал ждать и считать, что вот моя жизнь должна измениться, у нас поменялось, поменялось место жительства, да, то есть появилось лучшее место жительства с хорошим, там, двором для ребенка, да, то есть, вот, вот, и это была моя мотивация, как бы, не для себя, а, ну, предложение, там, супруги, здесь проделать большой путь, чтобы поменялось жилье, начала расти живая группа, это просто, да, ну, чудо, потому что, когда я на себя возлагал какие-то усилия, она, ну, не развивалась, вот, я ездил, служил, да, со смирением, но группа не развивала-то, и вообще программа, да, ну, меня учит, по крайней мере, мой наставник и мой духовный наставник о том, что чем я меньше думаю о себе, чем больше у меня происходит чудес в жизни, вот, спасибо. 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 Спасибо.